Да куда им? Пускай сначала эту доделают. Да опять платить жадным бунгам. Да кому она нужна будет? Да-да-да, мы тебя все поняли. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео на канале Triple Vibe о Destiny 3. Да, буквально вчера на реддите появилась тема со слитой инфой о Destiny 3. Автор Анонзе Найн, тот таинственный участник 9, который уже сливал инфу, которая подтверждалась с релизом, предсказывал новые локации, суперы в отвергнутых и все такое, так что некий кредит доверия у него есть. Очевидно, он довольно близко общается с кем-то из студии Банджи. Ну так что он сообщил? То, что третья часть наших космических приключений в разработке мы знаем уже давно. Об этом известно фактически официально, и ничего удивительного тут нет. Гейм-директором новой игры назначен Крис Барретт. В отличие от Люка Смита, который командовал разработкой ванильной Destiny 2, у Криса большой кредит доверия от издателя и игроков. Барретт приложил немало усилий для того, чтобы реабилитировать Destiny 2 после разгромного проклятия Сириса, так что это вроде как хорошо. Однако вот тот же самый Люк Смит в своё время был назначен на разработку Destiny 2 не просто так. Из-под его руководства вышел до этого спасительный The Taking King. Надеюсь, Крис не повторит ошибок мистера «Будете кидать деньги в монитор». Заикнулся источник и о появлении новой стихии – Тьма. Соответственно, под неё будут созданы новые сап-классы. Что ж, появление Тёмных Стражей игроки ждут уже давно. А как мы знаем, последнее дополнение от текущего сезонного абонемента будет называться Полутьма. А значит, оно может с лёгкостью послужить неким мостиком к переходу на тёмную сторону. Ну и не забываем, что мы всё ещё ждём пирамид, квинтэссенции тьмы, как противоположности страннику, как сосредоточение света. Короче, это сложно. Точно появится локация Европа – ледяной спутник Юпитера, который фигурировал на концептах, ещё с первой части игры, и о котором я, кстати, рассказывал в видео о Кейде. Обещают также больше активностей, завязанных на гринд. По словам реддитора, гринд будет наличествовать повсеместно, и его будет гораздо больше, чем есть даже сейчас, в Отвергнутых. А патрульные зоны станут ещё более сложными. Порой это будет напоминать настоящее выживание. Создатели хотят приблизить дух открытого мира, патрулей, к историям из лора, в которых стражи оказывались в сложных ситуациях на бескрайних пустошах планет и спутников системы. Хорошо это или плохо? Я, честно говоря, не верю в значительное увеличение сложности, но вот увеличение гринда – это хорошо. По крайней мере, именно этого игроки ожидали на старте Destiny 2 и в итоге получили лишь год спустя. Надеюсь, тут не сплошают. Также обещает появиться некая пвп зона в открытом мире, ближайший аналог Dark Zone из Division, хотя сам источник сообщил, что это скорее будет похоже на войну за территорию. Вот это уже интереснее. Я бы посмотрел на какие-нибудь клановые войны в таком формате или ту же гонку фракций, например, в режиме батл рояля, чем чёрт не шутит. По отрядам, представляющим кланы, биться за территорию и выживание было бы круто. Ну и в целом обещает появиться гораздо более сложная RPG составляющая. Destiny 3 будет гораздо гибче в настройке класса, что точно оценят игроки, которые любят индивидуализировать своего персонажа под себя. По словам инсайдера, опыт, который банджи получили после релиза Destiny 2, то есть ту оплеуху, они уже никогда не забудут и сделают всё, чтобы третья часть не получила критики сообществ после релиза. Но первая часть получала критику на старте, потом исправлялась, потом вышла вторая, которая тоже получала критику на старте, так что загадывать я бы попаялся. Да и игроков некоторых будет непросто убедить продолжить участвовать в судьбе вселенной Destiny. Не меня, конечно, я-то всегда готов. Пиши в комментариях, готов ли ты. Ориентировочная дата выхода 2020 год. Трёхлетний цикл поддержки Destiny 2, то есть подтверждается. У Destiny 3 будет ежегодный пропуск, как и в предыдущих частях, но стоит понимать, что Destiny 3 последняя глава серии. Так что, блин, нужно будет дать ответы на такое количество вопросов, что представить, как это всё уложить в одну игру, сложно. Надеюсь, у ребят из Bungie всё получится. Ну а чтобы не пропустить все интересные новости, подпишись на канал. Подписан? Давно? Рад, что ты с каналом. Сейчас у меня появилась новая функция платной подписки, как на Твиче, так что можешь поддержать моё дело и получить эксклюзивные бонусы. О них подробнее можешь узнать в закреплённом комментарии под этим видео. Всякие стикеры, бейджи, играть вместе с тобой будем. А на этом пока всё. Спасибо за просмотр, дружище, и до связи.